История Натальи Пашенцевой станет известной благодаря выходу в свет ее книги «Принятие судьбы». Еще при рождении Наталье был поставлен диагноз – детский церебральный паралич. Со временем произошли осложнения, был поражен спинной мозг, и сейчас она находится в специальном интернате. Прикована к постели, практически не видит и не слышит. В июне женщине исполнилось 60 лет. Каждый год ее жизни был прожит не благодаря, а скорее вопреки обстоятельствам. Несмотря на боль и страдания, Наталья все время писала стихи и прозу. В последние годы она в состоянии лишь диктовать пришедшие ей строки в моменты, когда ненадолго просыпается сознание и слух. Слабую тихую речь понимает только ставшая ей близкой подругой монахиня в миру, пожелавшая остаться неизвестной. Единственная мечта – ощутить в руках бумажные страницы, почувствовать запах свежеизданной книги, которую можно оставить после себя людям. Узнав об этой истории, Видновская дирекция киносети взяла на себя организацию изданий произведений. Видновская дирекция киносети, а именно газета «Видновские вести» провела полностью работу по набору и подготовке к печати. Разместили и, больше того, договоренность со школой искусств тоже не без нашей подачи произошла. Воспитанникам детской школы искусств предложили принять участие в оформлении книги. Лучшие детские рисунки были выбраны в качестве иллюстраций. Они столкнулись первый раз, может быть, в своей жизни, вот с трагедией человека. И, в общем-то, они прочувствовали, и об этом говорят, конечно, их рисунки. Они очень добрые, очень светлые. И я думаю, что проект этот очень им помог, в каком плане проникнуться чужой бедой, чужим горем. Работы были выполнены в графике. Участие принимали все ученики отделения изобразительного искусства от 5 до 15 лет. Всего за два занятия в течение недели ребята подготовили свои рисунки. Урок состоял, что мы зачитывали им стихотворения или произведения, рассказы. И на ассоциации, которые они воспринимали на слух, они уже готовили работы. И вот первый тираж книги напечатан. На встрече с детьми ее представила Вера Иосифовна Рожкова, идейный вдохновитель издания творчества Натальи Юрпаш. Именно под таким псевдонимом ее стихи и проза были знакомы пользователям интернета. Однажды Вере Иосифовне в руки попали страницы с этими произведениями. После личного знакомства с Натальей она просто не смогла остаться в стороне и сделала все, чтобы осуществить мечту автора. Теперь эта книга на вечном хранении в книжной палате, на вечном хранении в государственной библиотеке. И выросшие позднее дети всегда могут прийти и по этим индексам найти свою книгу и свой детский рисунок. По словам Веры Рожковой, издание книги сродни настоящему чуду.